1 сентября за парты школы региона сядут более 100 тысяч школьников, а у досок станут 9 тысяч педагогов. О том, что их волнует и беспокоит, учителя смогли спросить у руководителя региона. Встреча с Олегом Королёвым завершила педагогическую конференцию в Тербунском районе. Один из первых вопросов касался жилья для тех, кто решил работать как раз-таки на селе. Есть ли возможность предоставления служебного жилья или социального жилья такой категории педагогов? Мы знаем, что в отношении врачей, допустим, приезжающих работать в село, остающихся в селе, этот вопрос решается замечательно. Для врачей и учителей, здесь я уравниваю, у нас этот вопрос решился 1 января 2015 года и за оставшиеся месяцы 2014 года, я думаю, что мы успеем за полтора года. Мы полностью закрываем вопрос обеспечения служебным жильем всех лакансий, на которые нужно подобрать кадры учителя и врача, и всех тех врачей и учителей, которые сейчас находятся в бесплате. Говорили и о будущем выпускников. Последнее десятилетие большинство абитуриентов региона, да и в целом страны поступало на юридические и экономические специальности. В итоге сложился дефицит рабочих профессий и инженеров. Вчера пускали вторую очередь автомобильного завода в Красном. Нам срочно на эту линию нужно 840 человек за неделю набрать. Нету. Скоро все изменится. В этом году в Лепестковласти конкурс в техникумы впервые догнал престижные вузы. Два с половиной человека на место. И эти места оснащены так, как недоступно многим университетам. Мы сохранили профессиональное учебное заведение в Термунах. Мы сохранили профессиональное учебное заведение в Ельце. Оптимизация прошла. И те учреждения, которые сегодня существуют, они соответствуют требованиям времени. Требованиям времени соответствуют и школы региона. Интерактивные доски, доступ в интернет, проекторы. Все это уже реальность. В будущем в Лепестковласти появится и новая форма обучения. Коснется она прежде всего талантливых детей. Мы завершаем проект. И прежде всего в этом проекте саму методологию, саму технологию. Прообразы царскосейского лицея в Боргах. Продолжилась встреча с жителями района в селе Вторые Тербуны. Многие вопросы касались водоснабжения сел. С ним часто возникают проблемы. Иногда водопровода просто нет. Например, на улице Садовая во Вторых Тербунах. На огородах бурьян. Смысла что-то сажать нет, потому что нечем поливать. Ближайшая колонка в сотни метров. Пенсионерам такое расстояние не под силу. 21 века. А у нас вообще до сих пор и не было никогда водопровода. И как это и сделать? Был допущен промах федеральным законам, который предусматривает федеральный закон, что полномочия по водообеспечению передаются местному самоуправлению, в углах сельских поселений. А у углах сельских поселений ни кадров, ни денег, ничего. Проблему водоснабжения решат централизацией всех полномочий у одной структуры областного водоканала. В 2015 году на решение проблем с водой в селах будет выделено порядка 2,5 миллиардов рублей. А улицу Садовую во Вторых Тербунах к водопроводу подключат уже до конца этого года. Михаил Шуршаков, Андрей Зубков. Липецкое время. Тербунский район.